Всем привет, приветствую вас на канале Кусянный дом. Я готовлю из этих продуктов, которые я купила, я готовлю по пеканочку. Я порезала куриное филе, разморозила его, помыла, порезала на такие полосочки и его сейчас немного поджариваю до румяной корочки. Ну, не сильно, чтобы слегка была румяная корочка, чтобы мясо было не варено. Вот он вот такой. Сейчас еще поджарится. И взяла вот такую форму у меня огнеупорная, квадратная. Много у меня всяких форм. Ну, вот в такой буду готовить. Вот. Так. Получается, я почистила картошку. У меня картофель здесь. Морковка. Морковка. Я ее потру на крупной терочке. Будет слой морковки. Слой будет картофеля. Я его обжарю. Тоже слегка, чтобы он твердым не был. И так, раз, два. И три репчатых лука. Я его также порежу. На кубе, полуколечками порежу так. Мелкой. Также я его попассирую. Три луковицы, одна большая морковка. А картофеля у меня раз, два, четыре, шесть, восемь, десять штук. То есть у меня будет слой картофеля. На низ я смажу кусочком маргарина. Выложу куриное обжаренное филе. На куриное филе пассированный лук выложу с морковкой. Вместе с пассирую, чтобы оно было не одним слоем. И следующий слой будет у меня картофеля. Я его слегка обжарю. Так, и... И получается белокочанную капусту. Собыла достать. Извиняюсь. И белокочанную капусту также я половинку разрежу напополам. Потру хорошенько на терке. Я все потом сниму. То есть... Также я ее пассирую с сахарком, с перчиком, с солью. Попассирую. И потом будет на картофель будет капуста. На капусту сверху сыр. Заливка у меня будет сметана. Две столовых ложки сметаны. Две столовых ложки майонеза. Полстакана воды. И все я все залью. Посыплю тертым сыром. Сыра где-то 100 грамм получается. Все в процессе буду снимать, буду показывать. Форму я смазываю вот так. Этим кусочком маргарина. То есть он должен как бы вот... От такой след оставить. Все, вот так вот я смазала форму маргарином. Можно сливочным маслом, но можно и маргарином. Это не принципиально. Лишь бы не растительным маслом. Потому что от растительного масла будет слишком жирно. А от маргарина все будет в порядке. Все, у меня попассировался легко, маленечко. До румяной курочки. Теперь я его... Можно в принципе взять и свинину. Можно взять индейку. Можно взять вот у меня куриное филе. Я специально сегодня купила. Не помню уже сколько там грамм было. Ну, я как бы угадала, сколько его надо. Вот у меня получается. Все, я его так вот... Все, я вот так вот его выложила. Он как бы вот так. Не важно, как он лежит. Потому что, допустим, раньше я всегда делала на полосочки такие, как отбивные. Их специально каждую обжаривала. Со всех сторон. Это не принципиально. Можно вот так вот в хаотичном порядке только вот так вот его все обжарить. Вот что-то румяненькое вот получилось. Что-то слегка такое. Лишь бы не вареное. Потому что если вареное, оно, сами понимаете, будет вареная капуста вареная, картошка вареная, курица, это что будет, это будет пепперецепт какой-то. А дети у меня такое не едят. Им подавай все, чтобы было вкусно. Все, чтобы было вкусно. Потому что на работу они берут потом на работу. И это потом голодные весь день. Ну и ужин тоже. Вот так получился слой курицы. Сейчас буду резать морковочку и резать репчатый лук. Морковку я буду тереть на крупной терке и пассеровать все слегка, ну немножко где-то в столовой ложке растительного масла. Репчатый лук я порезала все три луковицы вот такими полуколечками. Надо его растереть, чтобы он был не скомканый. Тут еще у меня последний. Вот так вот. И сейчас сюда лук я натру на крупной терке морковочку. Вот так его растеребить, чтобы он был не вместе эти были колечки и луколечки. Так, и лук, морковку я не солю. То есть я вот положила курицу, я ее, когда пассеровала, поджаривала, я ее посолила, поперчила. Лук и морковку я пассеровать буду, но не буду солить. Потому что потом будет у меня картофель обжаренный, также слегка. Я его посолю. А вот морковку с луком не буду. Сейчас буду тереть морковку. Вот взяла крупную терочку. Вот у меня такая. И морковочку сейчас я потру на крупной терочке. Немножко переиграла. Получается все. Вот я потерла эту одну морковку. Вот она у меня была. Сколько грамм, не знаю, не взвешиваю, ничего. Все у меня так на глаз. Три морковки, ой, три луковицы репчатых и одна морковка. Я все перемешаю. Сейчас я буду, порежу брусочками картофель и на мясо я выложу картофель. А уже вот репчатый лук, морковку я сюда натру на вот такой терочке у меня для шинкования капусты. Вот такая терочка. Я потру на ней капусту сюда. и уже будет мясо. На мясо будет стой картофеля попассированного слегка. И уже потом на картошку я выложу репчатый лук, морковку с капустой вместе попассированной. Она должна немножко схватиться. То есть я уже капусту, лук и морковку я посолю, поперчу и немножко добавлю вот такой приправы. Приправа ой, господи, не той стороной. Ну, маги бульон домашний, куриный с курицей и овощами. Посыплю, чтобы ну, как бы для вкуса было. И уже потом на капусту я буду снимать, что там будет уже сыр. Ну и получается, посолила маленечко картофель, порезала вот такими брусочками тоненькими, некрупными. А то они не прожарятся и потом запеканки будут твердые. Ну, вот такими вот они. И не тонкие, чтобы до прозрачности. Ну, такие вот, нормальные, чтобы были. Главное, чтобы не толстые. Я посыпала вот такую приправу маги бульон домашний курица с овощами. Ну, слегка там щепотки две так посыпала. И солькой все посыпала. Сейчас все перемешаю. Сковородочку я уже сковородочку я нагрела. Налила 2 столовых ложки растительного масла. И поставила на троечку, чтобы она схватилась. Она сейчас схватится. И я ее убавлю. Она немножечко убавлю. И перемешаю. Вытру. Я ее перемешаю. Сейчас, чтобы она вот такая чтобы она схватилась. Скортик, это же картошка. Она варит отсюда в скортик. Поэтому вот такой звук натуральный. Сейчас она схватится и перестанет так спросить. Растительное масло, конечно, было бы лучше, если был бы смалец. Но у меня варит отсюда нету. Кто-то делает на сливочном масле. Но я на сливочном масле не люблю. Оно такое дольковатое немножко получается. А на сливочном масле нормально. То есть я уже сколько такое запеканочка делаю? Уже дочке 26 лет. Ну уже 24 года точно делаю. Даже раньше еще, потому что ну наверное и 30, потому что раньше муж был живой. Мы всегда так делали. Где-то я в каком-то журнале школа гастронома, покупала школа гастронома. И там был такой рецепт от Юби Височкой. Но не в такой похожий там. Только картофель был кружочками. Его можно по-разному режать кружочками. Тогда он слой будет черепаха. Если кружочками так танцует черепаха. Кружочками. А я уже за сколько лет по-разному делаю кружочками. А сейчас вот делаю картошки много. У нас стояло я в огороде выращиваю. Поэтому почему бы не сделать ее такой. Поэтому вот так вот. А это я все уже морковка с лучком я все натерла. И у меня будет вот такой кусочек сыра. Вот такой кусочек сыра. Не знаю сколько здесь грамм. Грамм 50 наверное. Если не хватит то то есть не будет полностью закрывать возьму еще там грамм 20 посмотрю. То есть вот так сейчас у меня эта картошечка сейчас приобретет немножечко золотистый цвет. То есть она должна попассероваться и как бы не быть сырой. Потому что она потом все равно при запекании она сколько там схватится сыр зарумянится и снизу поджарится курица. А вот это внутри оно будет оно будет как тушеное она надо чтобы оно запеклось поэтому лучше когда картофик приобретет золотистый цвет и он поджарится он поджарится тогда в запеканке он будет просто вот такой вот такой будет вот такой я я уже натерла сыр у меня на крупной терке вот у меня столько получилось наверное грамм 150 сыра получилось достала сметану вот у меня сколько получается ну наверное ложки две столовых вот сыр натерла уже приготовила здесь морковка с луком репчатым и вот что хочу сказать про картофель когда картофель вот смотрите да и он как бы схватывается и начинает как бы подгорать вот до такого цвета налейте в нее стакан воды не важно какой сырой там или кипяченый я вот налила чайника кипяченый чтобы она вот как бы немножко вот так она уже спотилась она уже поджарилась но ей необходимо чтобы она не была твердой ее вот она так вот она видите там растительное масло и стакан воды она сейчас в себя берет воду она не будет уже как пареной она будет как тушеная такая но она уже как бы поджарилась вот она у нее румяна поджарит и такой цвет и сейчас она как бы тушится ей надо необходимо чтобы она была даже не до полуготовности а чтобы она была мягкой потому что вот у меня некоторая такая подгорела я люблю такую потому что мы часто на костре жарим картошку она вкусня как так залез не хочу чтобы она была запекан поэтому я налила водичку а это я у нас помячит так нет это мокр необходимо обязательно налить воду когда все делается вы попробуйте насколько это вкуснее чем когда кладешь в запеканку сырую картошку она не всегда доходит до своей консистенции она не вкусная становится она такая сыроватая и твердая а нам надо чтобы она была вкусная вот она еще пустит пустит она пустит она уже жарится она уже как бы схватилась и теперь она пустит сырья потерла морковь с сырья с сыром яйциком порезала морковь и потерла на сырке не осталось посынуковать сырья пока и пустит митону я уже налила 2 столовых ложки даже чуть больше майонеза и вылила туда воды то есть вот столько покрылось это 200 грамм сметаны было здесь но на самом деле сметаны тут 2 столовых ложки и 2 столовых ложки майонеза налила туда водички вот так размешала все до однородности получился такой соус где-то там сметана не размешалась надо размешать ее чтобы она была жидкая но даже если она будет крупицами ничего страшного пролила маленько вот оно маленечко постоит сейчас водичка тепленькая оно сейчас все схватится потом попросту когда мы уже сыром засыпем все мы просто польем я покажу как полить ну произвольно полить и добавить пару кусочков маргарина потому что так она вкусная без всего оно каждое пассируется вот так отставим всю в стороночку картофель уже у меня как бы попассировался вот уже практически воды нет он взял так делают по китайскому рецепту картофель когда делают ее с грибами там она вот такая она и не вареная и не тушеная и не жареная она вот такая вот как бы собственно в собственном получилось растительное масло вода и все и картошка больше ничего нету ну соль там еще и чуть-чуть этой приправы вот она вот такая когда вот она уже такая можно добавить там вот эти грибы китайские шитаки которые черный древесный гриб ой такая вкуснятина будет ой вообще я делала надо будет купить сделать еще ну ладно отвлеклась от темы то есть а вот она схватилась всю воду она в себя убрала картошка вот видите на сковородочке воды вообще нету нету воды картошка всю воду взяла в себя значит она уже готова там там уже получается не картошка не вода там уже соус выделяется то есть все можно ее это я плиту была выключила видите плита выключена можно все ее выкладывать на наше мясо лопаточка вот мы вот так вот делаем ровняем ее по поверхности мяса не надо ждать пока она остынет духовку я не включаю потому что форма стеклянная не упорная правда но я ставлю в холодную духовку потом она нагревается по мере духовка нагревается и форма нагревается боюсь чтобы она не лопнула я правда ставила в горячую но лучше не рисковать вот так получился слой картофеля можно в принципе положить слой морковки и репчатого лука тогда по поверхности капуста будет некрасивая и соединение ее с сыром это уже будет не то а так я сейчас нашинкую эту капусту и соединю с морковкой репчатым луком спассирую ее на растительном масле и сюда выложу по поверхности уже капусты морковки и репчатого лука будет сыр так же сниму сейчас покажу все я нашинковала капусту теперь размешиваю ее с морковкой и репчатым лучком отлично все раскидываю я ее немножко посолила капусту и присыпала магией куриным бульоном немножечко совсем две щепоточки нам надо ее помять чтобы она была мягкая когда салат делаем или когда тушим капусту моим я не добавляю никакие итальянские травы как-то добавила вкус совершенно другой все я вот так ее помяла она стала мягкая включила уже сковородочку налила растительное масло и выкладываем нашу капусту с морковкой в репчатый лук нам надо чтобы она так же покосировалась если вы видите что капуста начинает как бы коричневеть то есть начинает подгорать да добавляйте стакан воды она в процессе кассировки все это возьмет как-то седача она должна быть как картошка я понимаю что в процессе удоемки да в отеканке так она и делается все продукты которые добавляете там грибы мясо или там овощи да они должны каждый по отдельности попассироваться до мягкости вот и все оно будет попассироваться и лопаточка оно все должно так же как картошка сначала сплотиться и потом как бы пожарить с ними должны тогда оно по пеканке будет просто пальчики оближаться вам понравится вы видите как это будет кучно но в то же время что в капусте есть своя вода но этого будет мало надо обязательно будет добавить стакан воды не полный стакан чуть чуть больше половины все я включила одна троечку у меня налила где-то примерно 2-3 столовых ложки растительного масла если смотрите есть еще необходимых налейте еще 2 столовых ложки она жирная не будет то есть вот такое оно должно жариться она не должна быть сырой потому что потом запечанки будет не вкусно ну все пусть она у нас пассируется с морковочкой и с ручком попассировалась то есть она у меня полностью дошла до готовности в таком состоянии можно даже как тушеная она я выложила ровным слоем ее разровняла лопаткой по картофелю теперь я ее густо посыпаю сыром вот весь сыр который у меня был я его весь сюда выложу разровняла все ребенок пришел с работы сам с собой разговаривать ой вообще кошмар так все я вот так весь сыр у меня 150 грамм сюда весь ушел можно плавленый сыр можно любой у меня здесь получается 100 грамм сыра российского и грамм 70 не наверное грамм 50 сыр лангре российский он твердый какой-то пармезан нет не пармезан российский и вот этот лангре сыр полностью покрыл теперь мы льем нашу сметану вот эту она все разошлась но немножко комочками это не страшно все мы ее вот так поливаем там осталось еще немножечко можно еще добавить размешать вот такая сметанковая водичка то есть еще полить вот так вот и все достаточно больше ничего не надо теперь берем наш маргарин и вот столечко вот столечко на кончике чайной ложечки мы его в нескольких местах кладем одно второе вот так вот сюда можно надо воткнуть воткнуть и вот сюда еще с этой стороны еще и вот так вот у меня получилось в четырех местах то есть посередине не надо ай сыр прилип то есть вот так вот получается вот так четыре все ставим в духовку сейчас я включу духовку так на средний уровень на двести на двести тридцать градусов один противень мне надо убрать вот такой на средний уровень и я сейчас поставлю ой какая тяжелая и вот так вот я ее сюда ставлю запекаться будет наверное минут сорок запекаться будет при температуре двести тридцать градусов на среднем уровне минут сорок потом покажу что получилось вот такая вкуснятина у нас получается она уже верхушечка запекалась я его опустила среднего уровня на нижний чтобы нижний слой у нас дошел до нужной готовности поджариваю поджариваю верхушечка уже готова можно даже убавить на сто на сто пятьдесят градусов поставить и она уже нижняя дойдет поджариваю вот такая вкусняшка будет потом покажу еще что получилось ну да 40 минут 40 минут пока духовка нагрелась пока сыр расплавился тогда когда сыр расплавился он не обрел золотистую корочку вот такая запеканка получилась я ее достала из духовки она немножко остыла сейчас буду ее врезать вообще надо было бы лопаткой ладно я ее так попробую узкой надеюсь она у меня не упадет все-таки немножко сока есть ладно не не сильно много вот вот такая красота сейчас я тут еще что осталось водичка получился сок все-таки надо было меньше водички ну ничего страшно самое главное верхушка запеклась ну-ка нормально то есть всего меру и соли и специй бульончик такой ну вот получается вот такая запеканочка вот у нее верхушка сырная капусточка картошечка и миску все как надо так что приятного аппетита вот такая божественная вкуснота и красота получилась снимаю при дневном свете потому что при вечернем наверное плохо было видно такая верхушечка это мы уже столько съели вот такой разрезик там внизу мясо морковка капуста сыр картошка ну это вот то что я себе наложила пар идет это у меня кусочек развалился а так он если его разрезать порционно квадратиком как запеканку то получается очень вкусно рекомендую сделать конечно это хлопотно немного потому что нужно обжаривать каждый вкусно нужно обжаривать каждый слой отдельно чтобы получилось вкусно потому что если делать из сырого все ложите картофель капусту и все остальное оно получается не запеченное оно получается как ну как вареное все поэтому конечно когда сырое получается обычный пп рецепт то есть он правильное питание как можно сказать а здесь очень вкусно вот попробуйте приготовьте вам понравится то есть запеченная запеченная корочка верхняя корочка сыра и соус вот этот конечно была жидкость я жидкость всю выбрала вчера была жидкость я жидкостью выбрала ложкой и поэтому вот он такой сухая получилась лазанья она конечно это запеканка но мы уже 28 лет 30 даже называем ее лазанья это моя мой эксперимент такой вот так готовьте вкусно по домашнему всем приятного аппетита пока пока субтитры